Борьбу со снегом на улицах города мэр столицы сегодня образно назвал Казанской Олимпиадой. Судя по отчетам, городские службы пока уверенно претендуют на золото в этой борьбе. С начала февраля в Казани выпала более половины месячной нормы снега. После окончания снегопада в регламентные сроки проведены работы по вывозу снега с основных дорог и магистралей города. С начала зимнего периода было вывезено всего 380 тысяч тонн снега, в том числе за неделю 57 тысяч тонн. Остановок транспорта в связи со снегопадом допущено не было. По состоянию на субботу в нормативное состояние приведено порядка 75% дворов. Остальные придомовые территории будут приведены в надлежащее состояние в ближайшие 2-3 дня. Но побеждать по всем направлениям пока не получается. Дети мерзнут в детсадах, жалуются родители. Есть и конкретные детсады 69-й от имени родителей, возмущенные отсутствием тепла с начала топильного сезона. Дети настолько промерзают во время дневного сна, что даже дома не сразу могут отогреться. В детском саду 326 химиков, 57 всего лишь 12 градусов тепла, дети спят в одежде. Но такие детские сады, если 12 градусов, их закрывать надо, санэпиднадзор. Глава городского управления образования заявил, что холодно было только в нескольких группах. И температура была 20-21 градусов, местоположенных по нормам 22. Проблемные детсады нуждаются в капитальном ремонте. А пока ситуацию исправляют как могут. В рамках текущего капитального ремонта мы будем делать ремонт в этом году летом. А сейчас пока защиты экрана с радиаторов мы сняли. Окна все обшиты теплыми, то есть этими защитными пленками. И ситуация держится на контроле. Также на совещании сообщили, что утвержден проект планировки поселка офицеров. По планам количество жителей поселка увеличится в два раза, до 4000 человек. Будут построены дороги, два детсада, школа и амбулатория. На очереди еще несколько проектов. Центр Адмиралтейской Слобода и Юдина. В Слободе впервые за историю города перепрофилируют площадки промышленных предприятий, пересмотрят транспортное сообщение с другими районами Казани, построят дома, школу и четыре детских сада. Схожие планы и на остальные названные территории. Однако освоение центра столицы вызывает особую сложность. Это в части, конечно, и дорог, которые имеют очень ограниченный поперечник, и невозможно новые дороги пробить. Мы говорили, что и инженерная инфраструктура, конечно, уже в таком состоянии, что не только мы не знаем даже, что находится под землей иногда в некоторых случаях, но просто она уже изношена и требуется уже модернизация. Это и сейчас недостаток социальных учреждений, и недостаток территории, где можно разместить эти социальные учреждения. То есть очень сложная ситуация, конечно. Планировку центра Казани должны завершить в этом месяце, но в какие годы будет реализовано задуманное, неизвестно. Алексей Кулешов, Владимир Ладушкин, Телеканал Эфир.